Кюшу Кюшу Маска, нужно одевать маску Вот такое ретро суденышко Да, перемещение по Японии ассоциируется с поездами и фэри может показаться необычным выбором Но, отправляясь с канцайского региона на Кюшу, этот способ наиболее интересный и настраивает на волну путешествия Снаружи ничего необычного, есть лавочки, чтобы насладиться ветерком и звездным небом Это лежаки для турист-эконом-класса Я остановился в чем-то похожем на дормитаре в хостеле Комнат немного и быстро разбирают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходя из железнодорожной станции Беппу, первое, что ты видишь, это, конечно же, ансенн горячая вода нереально горячая первое что вижу я спустившись корабля это буйная растительность которая не особо успешно пытаются справиться рыжая коррозия тоже напоминает о близости моря еще и он дюхать на и маконна кромок а это и то мостарай коррой смазка казалось бы обычный цвет такси но после усаки непривычно так как там все такси черного цвета ну и конечно же сразу смотришь на стоимость жилья и как предполагалось оно здесь дешевле в два раза чем той же осаке или киото ну и более не теряя ни минуты я отправляюсь на проверку главной достопримечательности города я переживал что в летнее время я не смогу увидеть эту красоту какая красота скажите вы заводы задымляют город но нет это пара горячих источников поистине уникальное зрелище середина лета на улице жарко но тут ты замечаешь что что-то не так жарко снизу отсюда просто идет жар с подземные источные каналы идет невероятный жар это все наоборот в этом городе до присмотревшись ты замечаешь пар из дождевых решеток а дальше и присматриваться не надо в голове невольно мелькает вот такая картинка дымит точнее парить но просто отовсюду а местные изо всех сил пытаются обуздать природу еще надпись не влезать запрещено кто захочется вылезать вообще интересно этому дереву нравится быть круглый год пару вот эта часть веток она уже видите обрезана скорее всего им не понравилось париться круглый год хочу передохнуть просто просто от земли идет жар то есть температура на улице в целом даже очень ничего прохладно как ветерок лавочки прохлада я иду ну и конечно же запах серого водорода ну а дальше отправился по местным адам они так и называются морской ад от кровавое озеро и так далее первым делом я заглянул в крокодилятник какие крокодилы где они тут 99 и 1 тут мог разве что быть крокодиле суп а крокодилы оказались чуть подальше в более прохладном месте так с этим понятно куда ни глянь везде можно обжиться тут тебе и грязевой кипяток и милый прудик с температурой воды в 90 градусов какая-то непонятная дымящаяся воронка черт родитель пеленает ребенка чертенка написано для здоровья хорошо питьевая вода температурой 80 градусов ну можно пить хорошо всего лишь 80 уаааа обычная вода кипяток натуральный празднику тем более 5 там длитель 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 Richard длитель и тем не менее особо не получается остыть и хоть люди пытаются сдерживать подземную стихию ограждениями она то там то там прорывается на поверхность невероятно горячий камень надо было мне приходить со с измерителем температуры чтобы все это показать или снова привал в магазине в этой жаре приходилось делать перерывы очень часто урина какой-то сок а там вот как по мне так одно из самых красивых здесь мест называется она у миджи гоку дословный перевод морской ад и японцы в нем варят яйца туалет для дьяволиц маленьких чертят и тех кому роган оставили далее сажусь на адский автобус дело в том что эти ады или по-японски джигоку они довольно разбросаны поэтому без адского автобуса здесь никак джигоку мегури маршрут существует уже с незапамятных времен здесь да и сама идея сделать туристический спот из непригодной для чего-либо земли которые входили стороной принадлежит одному автобусному гиду самое забавное когда работник на этой мини автостанции объявляет кому кровавый ад кому кровавый ад садимся на этот автобус я в этом адском автобусе обронил пропуск благо мне поверили на слово и пустили в оставшиеся места без него кровавый пруд моем предпочтении занял второе место по красоте после морского ада температура воды здесь тоже всего лишь каких-то 80 градусов так себе слабочок цвет воды красный за наличие пруду большого количества оксида железа говорят что цвет меняется в зависимости от погодных условий бывает розовый алый оранжевый тут же есть магазин сувениров и в нем продают даже воду из этого пруда которую используют для ванных процедур ни в коем случае не для питья и вдруг внезапно тебя застает сильный дождь под названием юдачи японии называют летний ливень юдачи здоровой капли он сильный и ты промокаешь буквально за пару секунд что это за решение такое ну и последний герой вот этот гейзер выстреливает он раз в 30-40 минут и на высоту 50 метров но японцы решили его укротить и построили вокруг него вот такой колпак у японцы ну что же вы делаете вам везде нужен порядок половина зрителей расходится уже после трех минут просмотра я честно отождал все 7 минут пока он перестал извергаться сажусь на автобус и еду на косметические процедуры песочные ванны с видом на море ты переодеваешься в юката и тебя закапывает горячий влажный песок и лежишь в себе ощущаешь себя таким огромным червяком который только высунул голову на поверхность чтобы любоваться внешним миром время процедуры всего лишь 15 минут но в летнюю жару я не выдержал и половины того температура так скажем терпимо горячо приятно горячо но я все-таки рекомендую посетить и процедуры в осенне-зимний период всем на поезд отправляясь маленькую сказку по обратной стороны горы юфу сначала за окном мелькают стандартные японские пейзажи далее такое чувство что ты незаконно пробираешься через чей-то огород еще это яблоко у тебя в рюкзаке на которой ты не взял чек в супермаркете вскоре все эти дикие красоты из окна заканчиваются поезд дальше ехать не может дело в том что ксю сильно пострадал от проливных дождей в этом году наводнение оползни нанесли большой ущерб ничего не остается делать как только помахать поезду ручкой и пересесть на замещающий его автоиз а вот и обвал грунта прям рядом железнодорожными путями такая милая остановочка точнее табличка с расписанием и больше ничего и так и фуин первое что мелькает в голове это не япония скорее провинциальный городок где-нибудь в австрии вот убрать надписи на японском не точно не япония самая яркая особенность горизонта и фуина это гора и фу с двумя вершин которая возвышается над городом и служит фоном для многих живописных видов и фуин переполнен мелодор много уникальных кафе бутиков и небольших музеев как например вот это место где все изделия из дерева или например вот этот стеклянный лес ну и конечно же магазин студии гиблия дангури на море он здесь просто обязан был быть есть даже тематическая деревушка с кучей разной живности впервые в японии я вижу платный туалет а еще здесь изобилие pet кафешек и зверинцев в итоге я поддаю соблазну и пытаюсь влиться в стаю сиба пёсов первые пять минут они эти окружают и досконально изучают мошка стороны как куры рука на потом интерес у них стихает и у всех разом начинается тихий час но услышав шорох на обходе снова оживают вау новый объект посмотрим что это за перец или кукуруза давай заходи быстрее и напоследок озеро кинринка очень живописное место так как вода в него поступает также из различных ценов то в зимнее время даже можно видеть как с его поверхности поднимается пар здесь возможно живет сторож вышел на работу такой тротуар решетка места под тротуар не было поэтому такое решение идешь тебе под тобой вода шумит июзу васаби на матча и нанососос вернувшись бэпп я записываю быстренько таймлапс и спать так как следующий день обещал быть насыщенным и 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 закрывать, чтобы все время тепла, чтобы не испортить помпу. Но давайте обо всем по порядку. Первое, что внушало сомнения в целесообразности поездки, это информация о состоянии дорог. Но я все-таки рискнул и не пожалел. Да, на разъездных светофорах приходилось стоять часто. Но риск того стоя. Выехав на просторы национального парка, перед тобой открываются фантастические виды на его долину. Только погода начинала понемногу тревожить. А пение цкадхи-гуращи казалось еще сильнее призубает дождь. Продолжение следует... Кукурузка. Нужно доехать до места назначения и потом нормально покушать хоть. О-оу! У меня есть все шансы не заглянуть в вулкан сегодня. Погодка резко начала портиться. С хмурого неба на лобовое стекло упали первые капли дождя. Там у меня были планы играть и разоглянуть. Хотя, смотрите. Вот там солнышко. Может сейчас тучка пройдет и все будет хорошо. Для начала я решил перекусить, а после решать, что делать дальше. В магазине не так много еды, как в сувенирной продукции с кумамоном. И кумамото префектура им гордится. Возможно, один из самых удачных маскотов на всю страну. Кстати, интересный факт, что при всем при том на острове Кищу нет медведей. И снова погода дает надежду. Она как бы дразнила и зазывала ехать дальше и дальше. Пару слов о виде перед нами. Это кальдера Асо. Размером 25 на 18 километров. Не самая большая, но довольно редкий случай кальдеры с благополучным и устойчивым пространством, позволяющим заниматься земледелием и прокладывать железные дороги и шоссе. Продолжение следует... И на подъезде небо снова приуныло. Я ехал смотреть на вот такой пейзаж, но пришлось любоваться немного другим. И снова капля надежды. Вот он он уже. Вулкан прям перед носом. Поставив машину на парковке, я пошел осведомиться в полицейском участке о ситуации. Был второй уровень опасности и ближе, чем на один километр к кратеру нельзя было приближаться. То есть дальше этой парковки. Судя по размеру парковки и солидному исполнению туалетов, это место очень популярное. Как самый умный, я решил отъехать с полицейских глаз долой и заснять краффер вулкана с дрона. Не вижу смысла лететь дроном туда. Поехали назад в Бэппу. В итоге я оставил вулкан в покое до лучших времен. Но знаете, и без главного героя вау было даже более чем достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь хорошие пляжи и Миязек славится своим манго на всю страну. Ну что ж, не теряя ни минуты, отправляюсь на поиск плантации манго. Я разогнался, думал смогу пользоваться IC-карточкой здесь, чтобы не мучиться с этими билетами. Но мне сказали, что на той станции, куда ты едешь, нет у них там приемника IC-карточкой, поэтому купи обычный билет. Что ж, придется купить обычный билет. Не могу проверить, неужели я на этом поеду? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Единственная новая вещь в этом поезде была вот эта LCD-панель с указанием стоимости проезда для каждой остановки. Говоря об остановках, он не остановился на нужной мне станции, и я должен был ждать следующий поезд, а это более часа, либо около 40 минут топать назад по этому пеклу. Вблизи оказалась какая-то сельскохозяйственная организация, и я решил посоветоваться с ними насчет оптимального способа добраться до нужного мне места. В итоге они предложили меня туда отвезти. Оптимальнее быть не могло. К моему счастью, владелец теплиц оказался на месте, и мы пошли изучать его сокровищницу. На фото видно, как много плодов завязывается на каждом цвете, но большинство осыпается, и остается штук 20, из которых он оставляет только один плод. Как только плод окрашивается в фиолетовый цвет, на него надевают сетку, в которую он упадет впоследствии при полном созревании ста врубиново-золотистого цвета. И работники каждое утро проходят по парнику, собирают сорвавшиеся фрукты. Ухода за деревьями тоже довольно много. В парниках используют бойлер по этим виниловым трубам, как их называть. Вентиляторы просто дуют горячий воздух. И вот так эта теплица подогревается. Так, все, я уже сам подогрелся, надо перемещаться. Цены на манго соответствуют тому, если из 20 штук давать шанс только одному. Есть уцененные фрукты. Они хоть и полностью вызрели и по вкусу превосходны, но они не окрасились в правильный цвет, поэтому их в сторону. А вот пример цен на манго в аэропорту Миязаки. Так что мы можем себе представить, какая конечная цена будет на вот этого гигантского красавца. Кто бы мог подумать, что среди рисовых полей затаились манго-барон. Ну а мне пора на конечную остановку. И все-таки, как же сильно отличаются здешние люди от городских японцев на острове Ханчу? Одни тебя подвозят, другие подробно неторопливо объясняют, как добраться до следующего нужного тебе места. Глядя на эту картинку, я бы сразу и не сказал, что это Япония. Очень непривычное для меня место в районе Ничинан. Остановился я немного севернее, возле популярного турист-спота Аосимы, и отправился отдыхать. Из-за прилива утром я не смог увидеть главную достопримечательность Аосимы, стиральную доску. Но ни капли сожаления не было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После чего сел на автобус, я поехал в аэропорт Гавайи. Ой, какие Гавайи, Миязаки. А погода тем временем начинала портиться, и еще не оправившийся от наводнений Кющу снова ждал сильный трехдневный дождь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok